Рекламная доска Glacier. Здесь также объявление размещать очень просто, но здесь нужно один раз зарегистрироваться и заходить потом на эту доску по логину и паролю. Первый раз, когда мы попадаем на эту доску без регистрации, мы для регистрации нажимаем сначала на кнопочку «Register». Нам открывается такая форма, в которой мы должны вписать имя, которое будет отображаться на дисплее и в ваших объявлениях фигурировать почту. Ну, обязательно должна быть почта gmail.com, потому что по ней будут приходить подтверждающие письмо. Регистрация без этого будет невозможна. Далее мы пишем свой пароль, подтверждаем пароль и вносим капчу в нижнее окошко, в данном случае 3 плюс 8 – 11. После этого нам дает возможность ознакомиться с политикой и с терминами. Мы можем познакомиться, можем нет. Нажимаем на кнопочку в итоге «Register». Здесь есть также примечание о том, что если вы не получили письмо на почту, вас просят обратиться на такой-то почтовый адрес, саппорт этой компании. Итак, нажимаем на кнопочку «Register». Нам приходит после этого письмо активационное на почту, которую мы указали. И мы теперь можем заходить по этой почте и по своему паролю в кабинет. Вписываем почту, пароль. Нажимаем на кнопочку «Login». Здесь также нам предлагают в случае возникновения каких-либо проблем обращаться на почту саппорта. Когда мы заходим по своему логину и паролю на сайт, мы попадаем на такую страницу. И здесь нам нужно выбрать категорию, в которой мы должны разместить свое объявление. Здесь в списке категорий выбираем «Jobs» – это «Работа». Здесь уточняем, какая именно. Вот есть «Возможности бизнеса». «Business Apportunities». Кликаем. Нам открывается такое окно. И мы сюда вносим текст нашего объявления. В верхнюю строку, как обычно, выбираем по смыслу какую-то фразу для заголовка. Далее здесь, где цена и на какой период рассчитаны эти объявления, мы пропускаем. Объявление размещаем бесплатно. Вместо суммы мы поставим «0». Сюда мы можем внести основные теги, но это окно не обязательно для заполнения. Заполняем только то, что помечено красной звездочкой. Здесь вы должны писать свое контактное имя. Компьютер запомнит, и потом будут вам автоматически выставлять все эти данные. Указывайте адрес на английском языке, и не свой настоящий, а как жителя. Вот в данном случае я выбрала США. Здесь можно размещать от имени жителей США или Канады. Здесь вы указали страну, здесь штат, здесь город, здесь почтовый код. Эта информация есть в списке почтовых кодовых городов. На сайте вы можете выбрать для себя какой-то город. Ссылку на этот сайт я даю под этим роликом. Далее вы можете загрузить сюда картинку. Но картинка не обязательно. Можно также сюда видеоролик загрузить при желании. И теперь нажать на кнопку «Континюю». Нам открывается такая страница. И здесь мы должны выбрать тему для оформления нашего объявления. Они здесь оформляются более красочно. Можете по выбору любую тему открыть. Любую из них вы можете выбрать. Здесь ставим птичку на одном из этих окошек. Нажимаем «Опубликовать». И здесь мы видим, что появилось наше объявление. Активная ссылка. Теперь нам эту ссылку надо перенести для отчета в свою рекламную кампанию. Мы можем открыть это объявление. Теперь здесь мы копируем эту ссылку. И мы ее относим в кабинет той компании, в которой мы работаем, для отчета о проделанной работе. Вот такая простая у нас процедура по размещению объявлений на этой доске. Один раз мы здесь регистрируемся. И затем быстро заходим и размещаем объявление. Надеюсь, моя информация была полезной для вас. С вами была Нина Федоренко. Перед вами мой скайп. Если у кого есть вопросы, обращайтесь. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok